Андрей Викторович, первая ничья Тамбова. Насколько вы ей довольны и как вам сегодняшняя игра? Я поблагодарил ребят за самоотдачу, за желание играть, за то, что не проиграли борьбу, но качеством игры недовольны сами ребята и то, что не набрали очков, точнее набрали одно, не набрали остальные. Мы, конечно, недовольны. Сейчас атмосфера в раздевалке такая, как будто после поражения. У нас не получилось играть в первом тайме, в втором стало уже получше, больше конструктива, больше острых моментов. В принципе, поздравляю луч, не справились с поставленной задачей, набрали очков после серии таких матчей тяжелых. Не давали нам играть. Наверное, так и нужно, когда не можешь играть сам, повязать команду соперника. Опасных моментов у наших ворота вспомнить не могу, если не считать этот удар из-за штрафной Димы Маляки после стандарта. Мы же свои два момента имели, к сожалению, не реализовали. Все? Спасибо. Вопросы? Андрей Юрьевич, мы осмелись предположить, что и вы, да, оговорились, дали понять, что команда все-таки ехала за победой, и боевой состав, и подготовка по Москве, вот, все-таки ничего, что не выстрелило, что не сыграло. Ну, разберемся. Хотите, чтобы я кому-то пользу давал, нашим соперникам? Разберемся, постараемся в следующем матче нивелировать, что не выстрелило. Кое-что, что нарабатывали, не сработало. Еще раз отмечу качественную игру Луча, потому что с такой самоотдачей и реваншистское настроение у ребят. Я очень хорошо знаю футболистов, там, Бажеву, Маляку, который работал со мной, Килин, сыграли сегодня одну из лучших игр. В прошлом году Дима Маляк нас в Нижнекамске наказал такой же самоотдачей, такой же звериной борьбой. Мы не зацепили там очки и сейчас то же самое. Всегда в футболе не может быть чистой качества, нужно обязательно добавлять эмоции, обязательно добавлять в выигры. Ну, наверное, надо поздравить все-таки с ничьей после такой тяжелой дороги. Как вам игра еще? Ну, вы сами видели сегодня все, что я думаю, что игра в первую очередь вам понравилась, ну, и нам, естественно, и по накалу, и по борьбе, и по самоотдаче, по всем компонентам, по многим игровым компонентам тоже, в принципе, игра сегодня нам понравилась тоже как тренерскому штабу, тоже понравилась, как ребята сегодня сыграли. Ну, я думаю, и болельщикам понравилось, но, конечно, болельщики хотят видеть забитые мячи так же, как и мы, потому что они очки приносят, естественно. Ну, и хотят посмотреть забитые мячи, но сегодня не получилось этого сделать, хотя моменты были хорошие, моменты были хорошие, когда можно было, в принципе, забить сегодня, но, к сожалению, не получилось. Ну, и считаю, что, в принципе, и Тамбову мало что дали сегодня создать возле наших ворот, в принципе. Так что, именно по игре, по содержанию, по самоотдаче, по всем моментам, ну, еще раз говорю, понравилось. Ребятам большое спасибо за этот матч, но хотелось бы в победу, я думаю, так же, как и Тамбову. Так что вот так вот вкратце. Константин Владимирович, учитывая то, как команда готовилась к этой игре, серьезно можно было рассчитывать, что мы победим все-таки, или сомнения были? Потому что подготовка, я так понимаю. Ну, подготовка, да, очень сложная была, вы сами знаете, что мы и добирались тяжело с выездом, и плюс играли буквально 24-го числа, в Комсомольске ребята провели там 120 минут на поле. Очень тяжело, очень тяжело. И дорога давалась тоже, и обратная дорога давалась тяжело. Так что, ну, опять же, отдать должное, то есть видно, что у ребят есть резерв, резерв внутри, в первую очередь, в голове, в голове у них порядок. Так что, в плане, да, дороги там всего, это было очень тяжело. Но, конечно, ребята настраивались, все-таки хотели очки брать, потому что, ну, сами понимаете, несколько поражений подряд было. Нужно все равно очки брать, чтобы там не сидеть в конце турнирной таблицы. Нужно очки брать, они настраивались на этот матч. Хороший соперник, там, хорошая игра, там, и так далее, атмосфера домашняя. Понятно, что мы хотели победить, но и у них не было в подсознании, что они там еле ноги будут там носить, там, и так далее. Они, наоборот, на игру настраивались. В первую очередь, от головы все идет. Несколько слов о предстоящем выезде. Когда команда отправляется, выезд очень сложный все-таки. Это Москва, Балкика и Енисей. Пока я не могу ничего сказать. Когда мы отправляемся, да, как бы, пока неизвестно. Вы сами знаете нашу ситуацию. Так что я думаю, что он, может быть, будет решаться в последний момент. Но вот так по планам, в принципе, мы должны, как мы составляли первого, второго игра. У нас должны были первого в Москве игра. Первого вылететь, прилететь там, предыгровую провести тренировку. И второго числа сыграть. Ну, а дальше там уже Балтика и Енисей там все уже по плану. Но как это будет сейчас выглядеть, я не знаю. Сейчас, завтра у ребят выходной. Ну, и там будет время нам подготовиться уже к следующему тренируку, скажем так, поездному. Спасибо. Что вы? Вопросы? Нет? Спасибо.